Убатский район сегодня открыл досрочное голосование, которое завершится 18 числа. Напомним, что жителям Кеменской области предстоит выбрать депутатов в Госдуму и областной парламент. Голосование пройдет 17, 18 и 19 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробнее о предстоящих выборах и на другие темы поговорим сегодня. Вы смотрите вечерний хэштег. В студии для вас работает Александр Гришаков. И Гульнар Успанова. И мы начинаем. Три дня на голосование. Что нужно знать о предстоящих выборах? Удобно и быстро. Много ли в Тюменской области мобильных избирателей? И все под контролем. Как будет организовано наблюдение на предстоящих выборах? Итак, пришло время представить наших гостей. Сегодня в студии вечернего хэштега председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин. Добрый вечер. Председатель областной общественной палаты Геннадий Чебутарев и уполномоченный по правам человека в Тюменской области Сергей Миневцев. Всех приветствую. Здравствуйте. Всех раз видеть. Добрый вечер. Добрый вечер. Первый вопрос, наверное, все-таки к вам. Да, если не брать в расчет общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, то в Тюменской области это впервые, когда голосование будет проходить в течение трех дней. Почему принято такое решение? И самое главное, как это может отразиться на явке? Да, это действительно так. Безусловно, практика голосования в течение нескольких дней у нас есть, есть у наших жителей, у тюменцев, у Тюменской области. Но впервые мы вышли именно в избирательные кампании с постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 18 июня этого года о голосовании в течение нескольких дней. И, естественно, у людей возникают вопросы, как же так? Мы говорим о том, что у нас единый день голосования каждый год, а здесь у нас их образовалось целых три. То есть и 17, и 18, и 19 сентября. На самом деле к этому решению Центра избирательной комиссии пришла не сразу. Очень долго думали, анализировали, собирали информацию. И даже само принятие решения, оно было не совсем обычным. На заседании Центра избирательной комиссии присутствовала глава Роспотребнадзора Анна Юрьевна Попова. И, в общем-то, заседание Центра избирательной комиссии как раз и началось с того, что она представила информацию. Какова вообще санитарная обстановка, какова обстановка с распространением коронавирусной инфекции и каковы рекомендации Роспотребнадзора в этой части. В конце концов, после достаточно такого серьезного обсуждения и родилось постановление Центра избирательной комиссии, и аргументов здесь, в общем-то, было два. Первое, это, безусловно, соблюдение антикарантинных мер мероприятий, санитарных правил. И второе, это удобство избирателей. Ну, по первой части, наверное, понятно, чтобы развести потоки избирателей, чтобы каждый человек определился, когда из трех дней с 8 утра до 20 часов ему удобнее прийти на избирательный участок. Ну, а вопрос второй, это, опять же, он связан с первым, чтобы соблюдались все меры безопасности, чтобы мы не поставили под угрозу здоровье и жизнь наших избирателей, наших тюменцев. И действительно, чтобы это серьезное общественно-политическое мероприятие, а то еще и не одно, оно не пошло во вред нашим жителям, нашим избирателям. Игорь Николаевич, вот явка в Тиминской области всегда достаточно высокая. Как сейчас призываем голосовать, отстаивать свою гражданскую позицию? Насколько это важно? Ну, вы знаете, что в Конституции Российской Федерации записано, источником власти является народ, а высшей формой непосредственного народовластия являются как раз выборы и референдум. Ну, в данном случае речь идет о выборах в Государственную Думу, в нашу Тюменскую областную Думу и в представительные органы местного самоуправления. И вот чтобы этот выбор был осознанным, свободным, должны прийти как можно больше избирателей. И только тогда можно с полной верностью говорить о достоверности волеизъявления народа или большинства его участников избирательного процесса. Поэтому, конечно же, участие в выборах это в том числе и проявление индивидуальной воли, которая складывается и образует волю большинства, волю народа. Уничтожили часть, которые не прошли проверку по техническим условиям. Также были утилизированы оффсетные пластины, на которых производилось изготовление бланков. Сейчас ни одного бюллетеня напечатать уже невозможно. Напомню, до этого передача бюллетеня избирательной комиссии для выборов в Государственную Думу прошла 6 сентября. А в августе избирком получил бюллетени для выборов депутатов Тюменской областной думы. Их в общей сложности напечатали более 5 миллионов. Напомню, что жители региона на голосовании получат как минимум 4 избирательных бюллетеня. Два для выборов в Госдуму по федеральным спискам партий и по одномандатным округам. 185 либо 186. И два для выборов в облдуму. Один также по партийным спискам и один по одномандатным округам. Если избиратель находится в другом городе, то он может проголосовать по месту нахождения. Для этого нужно до 13 сентября написать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения. Сделать это можно через портал госуслуги в многофункциональном центре или в территориальном избиркоме. Также сегодня появилась возможность составить такое заявление в любой участковой избирательной комиссии. Гражданину необходимо обратиться лично и предъявить паспорт. Так, Игорь Николаевич, вот сервис «Мобильный избиратель» заработал больше месяца назад, 2 августа, если я не ошибаюсь. Как он работает? Много ли в Тюменской области мобильных избирателей и в каком районе больше всего? Да, вы действительно правы. Он стартовал именно 2 августа. Этот механизм пришел уже не то, что приходит, а действительно пришел на смену всем нам знакомым открепительным удостоверениям. В чем суть этого проекта, этого механизма мобильного избирателя? То, что человек определяется, что 17, 18, 19 сентября он не будет на своем родном избирательном участке и по каким-то причинам ему придется переехать в другой город, в другую местность, может быть даже в другую страну. И там работает мобильный избиратель. Поэтому он, заранее обеспокоенный этим вопросом, идет совершенно верно либо в территориальную избирательную комиссию, либо он обращается на единый портал государственных услуг, либо в МФЦ. Причем я подчеркну, в любую территориальную комиссию, в любое подразделение МФЦ. А с сегодняшнего числа, то есть с 8 сентября текущего года, еще и в любую из наших 1070 участковых избирательных комиссий на территории только Тюменской области. А так, в принципе, вообще в любую на территорию Российской Федерации. Документ, удостоверяющий его личность, паспорт, указание, где он будет находиться в эти три дня. И, соответственно, его открепляют от того избирательного участка, где он находился, где он был, и прикрепляют к тому, где он у нас окажется в эти три дня. Он спокойно приходит на избирательный участок, уже не нужно ему ничего дополнительно указывать, писать, отмечать. Он просто приходит, предъявляет свой паспорт, документ удостоверяющий личность и получает избирательные бюллетени. Если вдруг сложилась такая ситуация, что жизненные обстоятельства переменились, и он вернулся опять на свой избирательный участок и пришел в дни голосования, в любой из дней голосования, мы говорим о том, что у нас комиссии участковые будут работать с 8 утра до 20 часов, соответственно, то участковая избирательная комиссия, единственное, что сделает, попросит его немножко подождать с тем, чтобы запросить информацию, убедиться на 100%, что он не проголосовал на том участке, куда он выезжал, куда он прикреплялся, и после этого он также спокойно получает избирательные бюллетени, вы правильно сказали, не менее 4, и, естественно, принимает участие в голосовании. Проект очень удобный, очень современный, апробированный уже, то есть он прошел испытания на практике, и если говорить о статистике, то на сегодняшний день им воспользовалось более 21 тысячи тюменцев, 21 380 человек, если быть точным. В этой цифре уже есть те, кто на участковую избирательную комиссию сегодня пришел, или за сегодня пока еще не собирали? Нет, но убедиться, что он пришел на участковую избирательную комиссию, и режим работы у них, у участковых комиссий в рабочие дни, соответственно, с 16 до 20, мы специально сделали такое время, чтобы людям было удобно после работы обратиться туда, зайти, а выходные и праздничные дни, ну, тут у нас только выходные получаются, участковые избирательные комиссии будут работать с 10 часов до 14 часов, поэтому добро пожаловать в участковые избирательные комиссии, определиться для тех, кто еще не принял такое решение, или у кого вдруг назрела такая необходимость. Ну, или работают, например, в другом населенном пункте, в другом районе города. Спасибо. Сергей Васильевич, подключим к разговору. Сергей Васильевич, Вы собираетесь вместе с помощниками лично посетить закрытые участки для голосования в медучреждениях, в системе УФСИН. Вот на что будете обращать внимание? Закрытые участки у нас, Вы уже сказали, в лечебных учреждениях. Система УФСИН, это только те, кто находится в изоляторах временного содержания, они не ущемлены в правах, то есть они изолированы, но имеют право на голосование, поэтому там тоже открываются участки. Мы обычно посещаем каждые выборы, это следственный изолятор Тюмени, раз в этом году у нас будет три дня, я думаю, что мы посетим и изолятор, который в вензелях у нас находится, и в заводе Уковске, и лечебные учреждения мы посещаем ежегодно, там тоже закрытые участки. Я думаю, что тоже практически все лечебные учреждения, по крайней мере, Тюмени, мы посетим, где закрытые участки есть. Что мы проверяем? У нас не так много прав, мы не занимаемся политикой, мы смотрим это доступность, это маломобильные группы населения, и информированность граждан. Но в этом году, во время пандемии, мы еще будем обращать внимание на санитарно-эпидемический режим учреждений. Ну, как правило, в учреждениях все очень спокойно, порядок, и в УФСИН, и в лечебных учреждениях. Там контингент находится несколько дней, они уже знают, куда идти, кому обращаться, поэтому больших жалоб нет. Хотя жалоба поступает несколько раз. Граждане, которые находятся в лечебных учреждениях, жалуются, что они не участвуют в разыгрывании конкурса, который проводится во всем городе. Поэтому вот единственное... Но это вы уже заговорили про Тюменскую осень. Да, да, про Тюменскую осень, Тюменская осень в лечебных учреждениях и нет. Согласен. Игорь Николаевич, я так понимаю, общественная палата на своих наблюдателей тоже направит в закрытые участки? Да, вы знаете, чтобы выборы были легитимными, чтобы наши избиратели понимали, что их свободная воля изъявления никаким образом не искажается. В этом, конечно, залог профессионализма прежде всего членов избирательной комиссии. А как показывал опыт и практик проведения предыдущих выборов, очень добросовестно и по-честному работает член избирательной комиссии. Но для успокоения общественного мнения организуется контроль гражданского общества. Именно это и преследует общественное наблюдение. Когда вот в нашей Тюменской области общественная палата по рекомендациям общественных объединений, некоммерческих организаций назначила почти 3000 общественных наблюдателей. И эти наблюдатели прошли обучение на семинарах, которые проводились в Тюмени, в городах Тюмени. И на этих семинарах выступали квалифицированные юристы, рассказывали о полномочиях, о правах общественных наблюдателей. Рассматривались в том числе ситуации, возможные, которые будут на избирательных участках. И если они случаются, то наблюдатель имеет возможность напрямую связаться с общественным штабом, в котором будет круглосуточное дежурство. И будет организована работа центра общественного наблюдения, видеонаблюдения в частности. Будут работать мобильные группы, которые могут в тот час же выехать на любой из избирательных участков. И в диалоге с председателем участковой комиссии, либо с заместителем сектором разрешить ту или иную ситуацию. В случае необходимости штаб поддерживает связь с областной избирательной комиссией. У нас есть соглашение, согласно которому мы работаем в тесном контакте. Здорово. То есть общество тоже контролирует эффективность выборов. Это очень здорово, мне кажется. Легитимность нынешней выборной кампании будет дополнительно обеспечивать видеонаблюдение за процессом голосования. В Тюменской области на всех избирательных участках будет установлено свыше тысячи видеокамер. 490 участковых и 29 территориальных избирательных комиссий будут транслировать видео в режиме онлайн. На небольших участках, где не обеспеченных интернетом, организуют видеофиксацию. Все камеры будут работать круглосуточно в течение всего трехдневного голосования. Под их надзором будут урны для голосования, а также сейфы, где хранят избирательные бюллетени и места перемещения избирательных бюллетеней в сейф-пакеты. Кроме того, для автоматизации процесса подсчета голосов на участках, где численность избирателей более 1300, будут установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней, то есть КАИБы. Они позволят быстро и точно подсчитать бюллетени, определить недействительные и исключить вбросы и человеческий фактор при подсчете итогов голосования. Сергей Васильевич, вопрос какой возникает. Камеры, как уже отмечалось, будут помогать решать какие-то спорные моменты в вашем офисе. Будут трансляции со всех избирательных участков? Их же больше тысячи. Как за всем уследить? Ну, конечно, уследить очень сложно будет, потому что, я так понял, на экране будет выведено 4 участка. И проследить, Игорь Николаевич говорит, 1070 участков, это, конечно, очень сложно. Работа оператора, она самой сложной считается. Но, я думаю, основная задача видеонаблюдения, это при наличии жалобы воспроизвести, отмотать и посмотреть, действительно ли был этот случай. Это, я думаю, основная задача. Ну, и в тех офисах, где будут организованы, где наблюдатели будут смотреть, их будет ни один, ни два, как у нас, например, в офисе, их будет достаточно. Будет достаточно экранов, я думаю, это будет полезно. А вот все ли камеры уже подключены? Да, буквально на днях по государственному контракту Ростелеком закончил монтаж видеокамер. Вы действительно правы, где не будет видеокамер, там будет видеофиксация. И давайте не забудем, что еще все записи с видеокамер будут храниться в течение одного года, и к ним можно будет в течение этого срока обратиться. Мне кажется, это важный момент, действительно. И сейчас Ростелеком занимается тем, что устанавливает видеостену, монтирует, проверяет интернет уже непосредственно в центре общественного наблюдения, который развернут у нас на базе дома творчества «Пионер» на улице Челюскинцев, 46. Ну, насколько все-таки в прошлые годы мы обращались к видеозаписям, были ли такие случаи, насколько они реально работают, действуют? Часто ли? Ну, давайте не будем забывать, что все-таки в приоритете выборы федеральные, выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, организующая комиссия здесь, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, и приоритет, конечно, за теми политическими партиями, которые выдвинули, зарегистрировали списки своих кандидатов, а у нас таких партий 14 в Российской Федерации, и, конечно, за депутатами по одномандатным избирательным округам. Я напомню, у нас таких округов два, это 185-й и 186-й, Тюменский и Заводоуковский. Общим числом у нас 13 кандидатов, вот прежде всего представители этих политических партий и представители этих кандидатов, конечно, сами кандидаты, будут допущены к просмотру видеозаписей. Все остальные могут смотреть видеонаблюдение непосредственно в Центре общественного наблюдения, естественно, там будут созданы для этого условия, но есть и определенные правила игры, как сказала Элла Александровна Памфилова, нельзя просто так прийти, как в кинозал, и понаблюдать. Это действительно серьезный труд, это ответственное общественно-политическое мероприятие, и здесь, конечно же, нужно играть по установленным правилам, а правила устанавливает, прежде всего, Центр избирком России, ну и, конечно, по линии общественного наблюдения эти правила устанавливаются, по линии общественных институтов. Ну, Игорь Николаевич, у вас уже довольно такой богатый опыт, насколько вот эти все технические новшества, да, КАИБы, камеры облегчают сам процесс голосования? Ну, на самом деле, конечно, облегчают, но я думаю, самое большое облегчение это будет с того момента, когда у нас дистанционное электронное голосование будет распространено на всю страну. В ходе этой кампании, к сожалению, им охвачено только 7 субъектов Российской Федерации, мы участвовали в общероссийской тренировке, результаты у нас неплохие на общероссийском фоне, я имею в виду в Тюменской области, поэтому мы, конечно, с надеждой ждем, что когда-то мы придем к дистанционному электронному голосованию, не нужно будет ходить уже на традиционные избирательные участки, а можно будет использовать там практически любой гаджет, и можно будет использовать те возможности, которые нам дает научно-технический прогресс. А так, конечно же, видеонаблюдение, безусловно, повышает ответственность членов участковых, территориальных избирательных комиссий, помогает общественному наблюдению. Комплексы обработки избирательных бюллетеней, это буквально 20-30 минут, и протокол итоговый у вас на руках. QR-коды, которые есть на каждом протоколе участковой избирательной комиссии, это считанные минуты, информация из них у нас уже в системе газвыборы. Конечно, это серьезное облегчение, мы не отстаем от прогресса и стараемся идти по этому пути. Я так скажу, что, в общем-то, прогресс здесь действительно серьезный, не только в масштабах Российской Федерации, но и так, не побоюсь этого слова, в мировом масштабе. Это же хорошо звучать. Надеюсь, на следующих выборах все-таки с телефона будем голосовать, через госслуги еще как-нибудь. Спасибо большое всем участникам за беседу, очень интересный получился разговор. Напомню, выборы 2021 года состоятся 17, 18, 19 сентября. Сейчас ненадолго прервемся, оставайтесь с нами.